Развитие цифровой криптоиндустрии идет стремительными темпами. Сегодня Криптомир — это не просто купля-продажа токенов, их удержание. Целое пространство для развития и создания любого контента. Энтузиасты от мира крипты дают все больше удивительных проектов, которые поражают своей проработанностью, разнообразием и надежностью. Казалось бы, чем можно удивить современных пользователей? Но у одного проекта это получилось точно. Представляем вам проект TimeCoin Protocol. Стабильность и выполнение собственных целей вызвали положительный отклик как у пользователей, так и у сильных инвесторов. Сегодня TimeCoin Protocol собрал уже миллионы долларов на внебиржевой продаже токенов и продолжает привлекать новые средства вплоть до конца октября 2021 года. Также ведется работа внутри проекта. Обсуждаются новые возможности о листинге проекта на крупных биржах, таких как Binance, Oobi, Bitfinex, Coinbase и OKX. Изучая проект, становится понятно, почему он получил такое признание со стороны пользователей. Благодаря активной деятельности и сплоченному труду, проект создал много новых приложений и функций. В настоящее время проект сосредоточен на приложении Geek Economy под названием TimeTicket и приложениях Creator Economy под названием GameTamodachi, eSportStars и YouTube Reproduction Neoret. Стоит выделить время и в торговой площадке обмена навыками TimeTicket. Сегодня количество пользователей данной площадки превышает 500 тысяч пользователей, что говорит о ее несомненной популярности. За последние 4 года ее продажи выросли в 40 раз, что является невероятным показателем и эффективностью данной площадки. И это неудивительно, ведь компания привлекла 4 миллиона долларов за счет долевого финансирования и планирует выйти на биржу. eSportStars – это приложение для управления киберспортивными турнирами, которое постоянно обновляется. Игроки в киберспорте могут общаться и играть с фанатами или против них. GameTamodachi – это приложение для подбора игроков, ориентированное на международный рынок. Приложение будет выпущено в сентябре 2021 года. Планируется, что оно будет поддерживать более 30 языков и более 1000 игр. За каждым сильным проектом стоит сильный лидер. В TimeCoin Protocol им является известный Масата Какаму. Он является преданным фанатом своего проекта и активно включается в его разработку, а также лично общается со своими пользователями и инвесторами. На YouTube-канале проекта Масата проводит интереснейшие интервью, приведенные на множество языков мира, тем самым заботясь и привлекая новых пользователей в свою большую семью TimeCoin. Советуем посмотреть данное видео с русскими субтитрами, чтобы узнать последнюю и актуальную информацию о проекте. Поговорим о новом направлении проекта под названием NeoRed Production. NeoRed Production – это служба управления витубер, ориентированная на глобальный рынок. NeoRed поддерживает несколько виртуальных каналов, которые транслируют потоковые видео, связанные с играми, аниме и песнями. Широхари Уни был нашим первым витубер. Проект требует дальнейшего развития, включая реализацию функций DeFi и NFT в протоколе TimeCoin Protocol для этих приложений и производства витубер, а также новые средства для поддержки затрат на разработку и маркетинг. К слову, у проекта уже есть первый успешный витубер. Им стал Широхари Уни. На канале у Хари Уни уже более 100 тысяч подписчиков. С каждым днем он расширяется дальше. В рамках проекта планируется создать торговую площадку NFT, на которой наши витуберс и другие создатели в мире смогут торговать элементами NFT. TimeCoin Protocol – успешный и быстро развивающийся проект, который своими действиями улучшает жизнь множеству пользователей. Вскоре, TimeCoin Protocol станет огромной экосистемой, которая не просто поможет покупать и продавать токены, но и общаться, играть, веселиться, получать новые навыки и просто с пользой проводить время. Чтобы поддержать данный проект, каждый может приобрести пару токенов TMCN и, конечно же, стать их пользователем. Если вас заинтересовал данный проект, то рекомендуем вам посетить их официальный сайт и социальные сети. Ссылки на них вы сможете найти в описании под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok